МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Себастье противостоит турецкой агрессии, будут пришли к соглашению сирийскими властями о помощи. Сирийские правительственные силы в течение 48 часов возьмут под контроль города Кабани и Ман-Бич. В Себастье прошел конкурс красоты собак породы кангал армянского гампра. Ламинарные композиторы мира приехали в Веревон. В Западной Армении подходит к концу сбор урожая орехов. В частности, в Малатии близится к завершению сбор миндаля, а сбор орехов в бюрок не завершен. Как известно, орехи богаты питательными веществами, имеют терапевтические свойства и не уступают ряду лекарств. В этом году урожай в Западной Армении довольно обильный и жители довольны результатом. Орех, выращиваемый в Западной Армении, отличается от других видов грецкого ореха, выращенных в регионе своим вкусом и качеством. Британская газета Independent включила армянский парламент в десятку красивейших в мире. Фотографии парламентов всего мира с любительскими отзывами об их архитектуре составил один из пользователей Twitter – Алан Фолдс. Отмечается, что Алан Фолдс в своем микроблоге в Twitter представил здания парламентов в 193 стран, из которых независимое издание выделило 10 самых красивых. Парламентские здания в Венгрии, Румынии, Трининдаде, Табага, Ангулы США, Индии, Канады и других государств также находятся в нашем списке. Фонд Возрождения Восточного Исторического Наследия организует одно из первых мероприятий в рамках форума «Аврора», который пройдет в Армении и в Арцахе. С 14 по 21 октября и соберет лидирующих специалистов из гуманитарной, технологической, научной, образовательной и социальной сферы. В частности, 14 октября в Шуше попечители и друзья фонда соберутся на мероприятие, посвященном завершению реставрационных работ исторического памятника в Верхней мечети Гуар-Аги. Поддержав инициативу правительства Арцаха, Фонд Возрождения Восточного Исторического Наследия в 2014 году приступил к осуществлению программы восстановления Верхней мечети. Проект реализуется в рамках программы развития Арцаха фонда «Айдея». Курдские группировки договорились с сирийскими властями о размещении правительственных войск на границе с Турцией. Об этом говорится в заявлении представителей курдской автономии, опубликованном курдским агентством Феррат. Сирийскими властями была достигнута договоренность о противодействии турецкой агрессии. В заявлении также говорится, что сирийские войска будут развернуты вдоль границы для поддержки сирийских демократических сил. В нем говорится, что соглашение позволит освободить все сирийские районы, оккупированные турецкими властями и их наемниками, включая Африн, заявил курдская страна. Как сообщает портал Baladi News, большие подкрепления и тяжелая техника для сирийской арабской армии прибыли в район неподалеку от города Манбидж, Аль-Баб и у деревни Арима. Как сообщает агентство Аль-Маяден, армия Сирии возьмет под свой контроль два крупных города подконтрольных СДФ Кабани и Манбидж в течение 48 часов. Анонимные источники сообщили агентству, что части сирийской арабской армии займут два города для контроля над ситуацией. По неподтвержденным данным, курдская администрация уже покинула Манбидж, в городе остались только представители СДФ из коренного арабского населения. Про турецкие силы заявили о взятии Рас Аль-Айна. Аналогичное заявление разместил на своей странице в сети Twitter лично президент Турции Реджеп Тайпардаган. Курдские активисты распространили сведения о том, что бои с турецкой армией ведутся только в промышленных районах на западе и востоке города. Портал Анха передает, что курды сбили турецкий разведывательный беспилотник, а также убили семь военнослужащих турецкой армии и союзных сил. В конкурсе красоты в восьми категориях приняли участие 103 собаки. Основными категориями были молодые, зрелые и ветераны. Собаки предстали перед жюри вместе с владельцами. Члены жюри в основном наблюдали за собаками и оценивали их по признакам головы, тела, шеи, лап и окраса. В красочном конкурсе щенкам гампра уделили особое внимание. В конце конкурса победители были награждены различными призами. Основная цель соревнования – сохранить собаку данной породы. Государственный симфонический оркестр Армении объявляет о новом мегапроекте – композиторском фестивале «Современные классики», который впервые пройдет в Ереване с 1 по 9 ноября. В рамках инициативы из разных стран мира в Ереван прибудут легендарные композиторы наших времен. Чен Цыган, Кшифтов Пендерецкий, Алексей Шор, Георгс Полецис, Александр Чайковский и Карл Дженкинс, к которым присоединится прославленный армянский маэстро Тигран Мансурян. Эти композиторы сегодня создают классическое искусство, а не герои нашего времени в классической музыке, отметили в филармонии. Каждый из концертов фестиваля будет посвящен одному из легендарных композиторов, произведения которых исполнят солисты с мировым именем. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Ховеш» – государственный камерный ансамбль. «Ховеш» – государственный камерный ансамбль. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром! США Продолжение следует...